Через три с половиной часа будет понятно, какие пчелы делали этот мед. В лаборатории продукт проверяют на содержание левомицетина. Это очень сильный антибиотик. В средний в год поступает около 50 проб, плюс-минус, пока превышение не обнаружено. Значит, пчелы были правильными или нет? Проверка качества еще не закончена. Газовый хроматограф определит наличие пестицидов и ядохимикатов. Потом проведут исследования на геномодифицированные организмы. Впрочем, некоторые тесты можно провести и дома. Если вы купили мед, но есть подозрение, что это липа, качество можно проверить простым способом. На обычную салфетку капнуть немножко меда. И если он растечется, означает, что у вас, к сожалению, фальшивка. Если же он будет сохранять форму, то это будет означать, что продукт качественный. В одном из барнаульских магазинов мы купили обычную баночку якобы алтайского меда. И показали ее специалисту, председателю управления Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции России Сергею Толстану. Оказывается, определить качество меда можно даже не вскрывая упаковку. Он перегретый мед, в нем присутствуют пузырьки и воздух. Этот мед, скорее всего, уже в нем есть оксиметилфурол. Потому что весь мед, который натуральный, который произведенный от пчел, уже в настоящее время он уже закристаллизованный. Наша коллега Оксана Басауэр гостей встречает хлебом и медом. Говорит, запасы сладкого лакомства не переводятся дома и на работе. Обычно мед покупают в проверенных местах или у знакомых пасечников. Но в этот раз взяла баночку в супермаркете. Купили мед, на котором была наклеена этикеточка «Алтайский мед». Пришли домой, отрываем этикеточку, под ней вторая этикеточка, и там написано «Башкирский мед». Но надо сказать, что и на башкирский мед он был мало похож, если честно. От подделок никто не застрахован. Они встречаются не только в магазинах, но и на мероприятиях высшего уровня. На недавней выставке «Интермаркет» в столице одна подмосковная компания выдавала низкокачественный продукт за наш региональный бренд. Алтайская делегация была удивлена. Мне доложили, что это не алтайский и не мед. Подделывают, как правило, бренд солидный. В прошлом году в Россию было ввезено более 50 тысяч тонн фасифицированного меда. Из Китая, Украины, даже Бразилии. При этом только Алтайский край может накормить медом всю страну. 70% с местного продукта уходят в другие регионы. Цена на наш мед не самая низкая. Из-за транспортировки становится еще дороже. Подделки куда дешевле. Но, как говорится, нельзя экономить на здоровье. Татьяна Гладкова, Алексей Фризин, Павел Лаурнин. Наши новости. Рамочку подержите.